Какой нам сегодня удобный ребёнок? Удобный в семье, в детском саду, в школе. Какой удобный ребёнок? Усидчивый. Ребёнок усидчивый – это та стратегия, которая навязывается дома, в садике и в школе. Но если бы могли почувствовать, знать, что скрывается за выработанной усидчивостью ребёнка. Какие трагедии? Мировые трагедии скрываются за усидчивым ребёнком. За усидчивостью. Фактически, с рождения ребёнок – это формирование засиженного, костно-неподвижного, динамического стереотипа. Начинается пеленание, потом коляска. При этом никто не думает. Коляска. Кол-я-с-ка. Никто не думает. Это цена лекции. Что такое «ка»? Кол-я-с-ка. Ка – это двойник. Это расщепление личности. Это абстракция индивидуальная в Древнем Египте. Это целое раскрытие. В одном слове – кол. А разве школа коньим не является кол? Вот простой пример. А кол куда? В обездвиженность. В страсть ребёнка к движению. В страсть ребёнка к подвижности. Все говорят – движение – жизнь. А при этом все вырабатывают педагогическую усидчивость. Вот вам простой пример. Как две противоположности. В одной голове – это называется психическое нарушение. Поэтому что такое теперь засиженный ребёнок? Я мазками. Вот буквально вчера Владимир Владимирович Путин озвучил. У нас в России ежегодно 203 тысячи шестьдесятых дорожетранспортных происшествий. Из них 258 тысяч травмированных. 28 тысяч навсегда ушли из нашей жизни. Какое имеет отношение вот эта конторка к тому, о чём я говорю? Есть мнение, есть научно-исследовательный факт. Мы получили факт. Педагогической усидчивости выработанный косно-неподвижный динамический стереотип – это деградация координации в пространстве. Это угасание скорости зрительно-моторной реакции. Это угасание от увидеть опасность, принять решение, нажать на педаль. С первого по десятый класс угасает различные параметры в шесть-восемь раз. Вот что такое педагогическая осидчивость. Выключено тело на 10 лет. Из ориентации поиска скорости моторной реакции. У нас в 760-й школе был такой случай. Директор Владимир Ильич Гармаш, заучит Татьяна Манадорофеева. Пришёл солдат из Афганистана и стал на колени. Говорит, вот эти конторки, вот это, что на потолке тренажёр, мне спасло жизнь. Почему? Настолько у меня быстрая реакция, где, откуда выстрел, я уже чувствую. Смотрите, какая катастрофа на дорогах. Нету фактически после выступления Владимира Владимировича Путина, мы должны принимать, давать права, в каких условиях? Должны оценить его реакцию в пространстве, принятие решений и скорость реакции. От увиденной опасности до принятия решений предотвратить трагедию, катастрофа. Кто это проверяет сегодня? Никто. Сегодня выпускник, ни один засиженный на седалищах, к этому не проходит. Второй пример. Наши сотрудники работали на заводе, там, где есть станки. Если лет 30 тому назад из 100 человек, 2-3 человека не могли стоять, сегодня 2 третих, 4 пятых не могут стоять. Он приходит к станку и стоять не может. А разве мы не видим в автобусе, когда заходят дети, молодежь, они сразу ищут место, где присесть? Это я только сказал с точки зрения профессиональной ориентации. Еще я не говорил о здоровье. Поэтому засиженный стереотип тела – это то же самое, если в гипс загипсовать руку и продержать так в течение, держать из года в год. Но несколько часов в день дать подвинуться. Так вот, седалище – то же самое запротезировать тело. Я беру только последние данные. Все знают сверхсмертность от сердечно-сосудистой системы. Все знают, все слышали. Вымирание России, больше миллиона, инсульты, инфаркты. Пример. Дети пошли в школу. Через один год, по данным нашего научного сотрудника, через год где-то 20-21% нарушения сердечно-сосудистой системы. К концу начальной школы – 60%. К концу периода окончания школы – 90%. Данные совпали с данными научного центра здоровья детей Академии меднаук. Директор, авторитетный педиатр, ученый Александр Александрович Баранов. Повторяю. Его интервью. Школы для новых русских. Самые элитные школы гимназий. К концу школы – 90% расстройства сердечно-сосудистой системы. Кому непонятно, что это исток для последующей сверхсмертности, сверхзаболеваемости. Сегодня в школе 5% из всей неврологии – инсульты, инфаркты. Повторяю. 5% из всей неврологии – инсульты, инфаркты. Школьные. Из них половина детей умирает. Половина становится инвалидами. Когда мы сидим, она заблокирована. Заблокирована. Сердце работает не как насос. Сердце работает как передать волну. Гемодинамическую волну. И последующая система волнового подхвата, шлюзирования, выводит кровь до капилляров, протяженность которой, как отсюда, от Земли до Луны. Так вот, имеется система содействия второго, третьего, четвертого сердца. Второе сердце – диафрагма. Диафрагма работает свободно, когда мы на ножках. Когда голова приподнята. Когда глубокий вдох. Не тогда, когда дети согнулись за столом. Там диафрагма не работает. Точнее, почти не работает. Выключили в сидячем второе сердце. Третье сердце. Кровь, сердце дало волну, кровь пошла вниз. А что гонит кровь вверх? Сердце не гонит кровь вверх. А гонит ритмические мышечные сокращения. И мышечные вибрации. Два. Так вот, ритмические мышечные сокращения. Должен постоянно ребенок быть в движениях. Чтобы обеспечить постоянно ток крови против сил гравитации. Третье сердце. Вибрация мелких стенков, гладкомышечных систем, мелких сосудов. Так вот, центр вибрации у нас синусовые узлы. В шейной шейной узлы. Значит, голова должна постоянно вращаться. Как у ребенка, который на улице. Где вы видели ребенка на улице, который вот так? А тут Марья Ивановна. Сиди, не крутись. Сиди, не крутись. Петька, Ванька. Выйди вон. А у него голова уже раскалывается. Он же не может сидеть. Ему надо крутиться головой. Потому что эта кровь гонит к сосудам мозга. К нервной ткани. Это третье сердце. А есть еще четвертое сердце. Мы его писали в книге «Дитя человеческое». Это колебательный центр человека. Вот это вибрации, колебательный момент. По различным данным. До 60 и больше колебательных моментов в секунду. И вот эта система антигравитационная. Колебательный момент. Посмотрите, сколько надо систем шлюзирования, чтобы обеспечить для клеток новые метаболические вещества, свежие, включая кислород. И сделать отток те вещества, которые прошли уже метаболизм. Клеточные миллиарды клеток выбрасывают продукты отхода, переработки. Организм не работает. Возникает так называемое перенасыщение крови недокисленными веществами и ядами. Вещества и яды начинают работать на геронтологию. В 80-е годы уже было распространено среди детей атеросклероз. У детей. О чем еще речь идет с гравитационной точки зрения? Речь идет о том, что мы живем под огромным прессом гравитации. Огромный пресс. И этот синдром, называю, что происходит с человеком, кара кораллов. Изначально кораллы высоко реактивные, подвижные, лобильные системы. Стоит ему только прикрепиться к какой-нибудь неподвижному объекту, он сразу начинает окаменение, обездествление. Почему? Высокую лобильность создают ионы кальция. Он переносит кальциевый насос, он носитель и переносит энергии, электрического заряда. Есть натриевый и калиевый. Есть кальциевый. Так вот, кальций, он базовый на насос с точки зрения переноса сенсорной, чувственной энергии. Как только движений нет, ионы кальция появятся сразу в соли кальция. Вот вам простой пример. Еще момент. Когда мы сидим, всегда голова опущена. Великий Магнус показал распределение, возбуждение по телу и в коре головного мозга оказывают не столько центры мозга, вдумайтесь, сколько положений тела в гравитационном пространстве. Положений головы в гравитационном пространстве. Я называю это открытием Магнуса. Величайшее открытие физиологии. Положение тела головы в гравитационном пространстве определяет мозаику возбуждения тела коры головного мозга. Оказывается, центр регуляции активности вынесен за пределы тела. Это я вам только сказал, немножко физиологии приоткрыл. Той физиологии, которой почему-то не преподают в вузах педагогического профиля, да и почти не преподают в вузах медицинских. Там с первого года начинают в медицинских изучении сколько таблеток, сколько надо для исцеления. я вам сказал только один момент. Сердечно-сосудистая система без движения, без малых форм двигательной активности, без телесной вертикали, у нас никогда не будет здоровых сердечно-сосудистой системы. И смотрите, в сибирском отделении сборника изложена вот эта теория, гипотеза, как угодно. Основоположник ЛАНГ, патология сердечно-сосудистой системы, он первый обнаружил, при болезнях сердца начинается со спазма мелких сосудов. Сколько потом работают институты, сколько академиков, почему происходит спазм мелких артериол, стереостом адреналин. Номер один, склоненная голова. Дети пошли в первый класс, через 2-3 года на глазном дне мы находим склероз мелких артерий. Почему с первого класса, спустя только первый год обучения, официальные данные письмо Министерства образования, 220 дробь, 11 тире 12 от 22 1999 года. Через год после обучения 60-70 процентов пограничные психические нарушения. Почему? Элементарно. Первый Сеченов, гений наш, величайший ученый, просветитель, он первое показал. Наше мышление, а точнее мышление ребенка, начинается с движения. Без движения у ребенка мышления нет. Мысль начинается с мышцы. И на мышце она заканчивается. Другой вопрос, что к этому подключена эмоциональная система, гормональная, другой вопрос. Он вычлен две базовые системы. С чего начинается процесс мышления у ребенка? Только с движения. Пожалуйста, 60-70 процентов. А дальше я могу добавлять почему. Но без движения, без свобода тела нету мыслей. Мы говорим движение мыслей. Как народы иногда боят мудр. Про движение мыслей. Мысль движется в по нервному мышечному волокну. А мысль это утилизированный в прошлом образ. Дальше уже целая лекция. Но здесь хотел бы только обозначить. К концу школы по данным НИИ гигиены тех подростков директор член господента Академии Кучма Владислав Ремирович среди старших классниц 83% так называем психической дезадаптации. А среди юношей 62%. Фактически это поколение уже нельзя выпускать в социальную среду. Это сегодня. По данным генерал-майора медицинской службы начальника призывных комиссий Кулика ежегодно выбраковка по 100 тысяч из-за позвоночника 100 тысяч из-за психики и так далее. Куда все они и идут. Причина тоже самая. Сидячий образ жизни. Дальше не буду там имеют другие буквари неправильные. Бессмысленные безобразные чтения. Захожу в каждый класс и говорю нарисуйте дети что вам тетенька Мария Ивановна рассказала. На меня смотрят дети удивительные. Ни один не может пересказать то информационное насилие которое делается безобразно на мысли детей. Школа сидячая разрушила детородные функции. Разрушила до основания. Почему сейчас скажу. Практологи вдруг стали бить в набат. Практологи. Так называемый анально копчиковый болевой синдром. По-русски говоря копчик который вынесен за просвет малого таза. За просвет выхода из малого таза. По которому рождается ребеночек. Он стал врастать внутрь малого таза. Мы крестцово-копчиковую систему которая призвана как вид удерживать тело в прямо стоянии прямо хождения. Мы его сделали в костыль упор. На него направили всю гравитацию. Прозошло его окаменение костенение и прорастание внутрь малого таза. К чему это привело? Сегодня по данным специалистам по всей России 80-70-90% энцефалопатии патология мозга новорожденных до годика. Родовая травма. Конечно скажут обыватель так можно через животик достать младенца. Через животик это гравитационная травма. Он должен пройти мощнейший массаж на сжатие как подготовка к вождению гравитационное поле. Это уже специальные вопросы. Кроме того 100% нарушенная осанка. Нарушенная осанка, судорожные потуги и так далее. То есть мы имеем сегодня разгромленную на этапе детства Россию. Повторяю. Разгромленную на этапе детства Россию. Об этом мы выступаем 33 года. Но сегодня женщины, молодые мамы, которые закончили эту школу, которые устремлены, я не знаю, то ли к звезданутости, но 82% уже 10 лет этого поколения психические расстройства скрытые, вяло текущие. А там возникает синдром Наполеона, Жанны Дарк, самоутверждение самого рождения, эгоизм, холодность. Сегодня мы психическую вяло текущую эпидемию, запущенную на этапы детства через школу. Поэтому сегодня в Москве женщины митингуют, куда спихнуть ребенка, хоть куда, но ни разу не было митингов, как спасти ребенка от такой школы. Вот пример перевернутости, массовой перевернутости сознания молодых родителей. Повторяю, перевернутости глобальной. Это то время, которое говорил спаситель, имеющий глаза, не видеть, уши не слышать. Дети, которые за конторочком, у них вырабатывается потребность двигаться. Но мы сегодня тоже перевернуты. Я вам говорил, когда раньше мы начинали, и 100 человек 2, 1-2 не могли стоять. Сегодня уже большинство стоять не могут. И матерей это устраивает. Ой, пусть сядет, ему комфортно. Так можно кормить грудью до 40 лет. Ему комфортно сосать грудь. Ему комфортно ничего не делать, нет усилий. По большому счету вся психика, вся нравственность, она заложена только в одном. Воли тела, силы духа. Два центра силы. Сила духа, сила воли и сила инстинкта. Засиженные, расслабленные. Иисус Христос говорил всем пальчинам расслабленные. Обезволенные. Мы выпустили поколение безрукое. Обезволенные. Доминирующие инстинкты. Хроническое заболевание. Дальше только подвести итог. Так кончали до Адамо-Евовской цивилизации. Один к одному. И имею все факты, доказательства, расшифровки. Как врач. Это мог расшифровать врач, который занимался не узкой. Проктолог. Глазик. Установки мозгам. Камни гнать. А где была попытка собрать ребенка? Мы повторяем тот же самый цикл. Поэтому сегодня конторка для реабилитации засиженных детей на колясках, в семье дома, в дошкольных образовательных учреждениях и в школах для реабилитации энергетики, для реабилитации развития мозга. Вспомнил открытие Богданова в 60-е годы. Если нету импульсов снизу от конечностей нижних, конечностей для человека, конечностей для животных, кора головного мозга не развивается. Мозг не развивается. Его величайшее открытие в 60-е еще годы. клетка нервная не оформляется. Она остается на стадии распыленности нислицкого вещества. А наши последние данные показали без движения, без вестибулярной энергии, я называю гравитационной энергии, генофон не работает. Наши исследования вместе с Валентиной Петровной Новицкой показали, через два года долгосрочная память генофонда угасает, клеточная митохондриальная энергетика угасает два-три раза за полтора-два года. Отсюда молодые моногенетические клетки уменьшаются в два раза. Отсюда вторичный иммунодефицит, я называю шпит, школьное приобретение иммунодефицит. Все полетело. Поэтому это отдельный разговор. Все слышали, что Содом и Гомора погибло. Но мало кто знает, что долина называлась Сидим. Все слышали, между Эльбой и Ордой раньше были славянские племена. Город был ретро. Их называли Сидальщим идолослужения. Все слышали. Все слышали кельту учения, там называлось Сиди, как основа их деградации. Гибли один к одному. Мы подошли вплотную. Я перед Всевышним Торцем говорю, все, что мог, 35 лет мы делали, но уши не слышат. Матери, чтобы было ребенка комфортно, комфортно, когда она спит, когда она сидит, когда ей не мешает. Учительница сегодня дидактика авторитарная, когда они постойкой смирно сели, слушают. В России благодаря имеющимся замечательным учителям, благодаря общественным движениям и российскую за здоровье детей Корбейникова Берчин. Есть лица, которые поддерживают в Государственной Думе и от Единой России, и от Справедливой России, и от КПРФ, депутаты, которые поддерживают. Последняя надежда. Костно засижен уже не способен иногда преодолеть себя. Таких большинство. Надежда последняя. Владимир Владимирович Путин был в нашей школе, будущей Сен-Шушевской ГЭС. Он стоял за конторкой. Ему доложили. Для чего? В поиск на потолке мальчики в параллельных классах с девочками и так далее. Он вник, как человек, несомненно, глубоко болеющий за Россию, за детей, что происходит. к 1 июня был издан указ здоровья сберегающей программы внедрять во все учреждения образовательной России. Официально правовая программа, утвержденная Минздравом, утвержденная службой Онищенко, здоровье развивающее эргономическое основа, пока только одна. Благодаря моим ученикам, талантливым, которые посвятили этому делу жизнь. Все остальное за инициативой снизу. Поддержать этот указ мы должны везде и всюду проверить, почему чиновники не резают данный указ. Тут уже зависит от общества, каждого родителя. Каждый родитель может и должен не вникать в то, что я сказал, не слушать то, что я сказал, элементарно выполнить человеческую функцию, элементарную. В парикмаркетский идет, ей дают чек, это договор на услугу. В школу сдаем детей, а в школе полвека эксперименты над детьми. И это никого не касается. Значит, летного обследуют в начале учебного года и в конце. при возникновении школьных форм патологии, сколиоз, безрукость, психика, сердце, эндокринной патологии. Это имеются документы, что это школьные формы патологии. Предъявить иск через суд. Это элементарные действия родителей, с чего начинается элементарное право быть родителем и гражданином. без этого это не граждане и не родители. Это больно мне сказать. Слава Богу, я повторяю, в России нашлось больше трех тысяч учителей, директоров школ. Это не педагогика, это основа, на которой должна стоять педагогика. О дидактике я не говорил, я только вот об этом маленьком инструменте, который не даст засидеться, даст возможность реабилитировать ребенка от педагогической усидчивости, от косности тела, от патологий недвижения, от перерождения тканей реактивных, жизнетворных, в костные ткани, пропитанные солями. За твердение после школы почти 90-100%. Так что все в руках в общественности, все в руках у тех, у кого сохранился смысл жизни во имя детей и ради детей. Хорошо, что нашлась группа пактум. Перспективные молодые ребята в которых я поверил. Они тоже мне дают одухотворение, веру дают. Вот они разработали, изготовили. Относительно недорого стоит, но цены не мы предпринимаем, а завод, который делает. Мы берем все на себя, методику, закажи, гарантированные, научные сопровождение. Должны быть сегодня родители подняться, заказывать для дома, а потом и для школы. А в школу отдавать по договору детей для исполнения законов. Есть закон образования, статья школы, гарантина сохранения и укрепления здоровья. Есть статья 28 санэпиднадзора. Школа должна быть только то, что имеет санэпиднадзор утверждения Онищенко, закон о здравоохранении ответственности, закон о правах ребенка, статья 4. Все содействуют здоровому, психическому, физическому, нравственному и так далее. Но мы все устремлены непонятно куда. В этом устремлении есть все, кроме часто того, в имя которого мы признаны быть на этом свете. Содействовать развитию и отчеловечиванию каждого пришедшего в эту жизнь дитя человеческого. Угол наклона во-первых, он уже предусмотрен изготовителем. В среднем 16 градусов. Почему? Когда мы смотрим на книгу, лежащую на горизонтальном поверхности, возникает эффект трапециевидного искажения текста, букв. И мы стараемся нейтрализовать, чтобы от глаза была одинаково удалена верхний край строки и нижний край. Верхняя буква нижняя. Мы стараемся нейтрализовать склонением головы. Поэтому оптимальное подобранное угол наклона 16 градусов. Это средний. Для маленьких этот угол меньше, для длинных он больше. Это во-первых. во-вторых, на уроке конечно дети не всегда стоят. Да современные дети их надо реанимировать. Многие годы. Довести до чего? Как дети 760-й школы. Они идут в театр. Через 10 минут они встают по стенке сидеть не могут. Нормальный человек здоровый сидеть не может. Мне учителя директора говорят так дети же не все время сидят. А есть формула движение жизни. Мы же не можно дать сердцу позаниматься поработать в день и один час. Сердце бьется каждую секунду. Так же само призван ребенок двигаться каждую секунду. Это надо сдать рабочее место. Поэтому здесь стульчик рядом. Ребенок может любое время присесть. Если конторка на одного ребенка то ребенок сам может присесть. Он же не все время пишет. Он же и слушает. Он в любое время сам говорит. Он может присесть на стульчик. Присесть потом он две-три минутки вскакивает и вновь пишет. И вновь читает. И вновь слушает. Но нам это минимум сегодня год реабилитации. Адаптации к вертикальной позе. Это не просто стопа. Это и мозги и позвоночник и кровообращение. Все надо реанимировать. Адаптации в течение года. Такая конторка должна быть дома. и в школе. Школа обязана по закону обеспечить мебель сохраняющей здоровье. В новом Санпине это есть. Конторка вошла в новый Санпин. Но что творят чиновники? Это твари хитрые. Это твари ушлые. В Алтайском крае чиновник с комитета по образованию. Но если так хотите поставьте под одной конторки в класс. Ребенок который крутится поставьте его в угол за конторки. Вот на что идут. Я убежден. Она выйдет на женщин на матерей. За ней пойдут. Потому что ребенку надо комфорт. Как отстоять? Это расширение вин. Вот она примитивнейшее мышление. Гурфинг еще показал. Когда мы стоим кровообращение в ноге в четыре раза выше чем когда мы сидим. мышление у нас примитивное с точки зрения мы хорошо мыслим сколько в кошельке сколько заработали сколько надо купить чего это мы хорошо у нас поставили алиментарные вещи ребенка мы ничего не знаем и не хотим знать иногда. Первый уровень самый высокий мы задаем заканчивается грудина и солнечное спитение. Почему мы даем такой угол немножко выше оптимально потому что все дети уже падают они стоять не могут уже они падают как за станком они падают в женской комфорте воспитанные по женским лекалам я уважаю матерей отцов уважаю понимаю а вот этой ситуации я не понимаю поэтому начинается солнечное сплетение где кончается грудина и как только он выработает стойку тут можно немножко опустить немножко чтобы было примерно вот так если локоть параллельно земле локоть отведенный кпереди параллельно земле но мы немножко зайдем выше это для начала в последующем для каждого ребенка подбирается индивидуальная высота если мы видим что ребенок склоняется надо поднимать выше до тех пор пока не будешь стоять ровно депутат государственной думы федоров официально заявил это перепечатано в газетах наша система образования работает по заказу по финансированию но программы сегодня штатов америки вопроса есть за деньги продадут мать родную речь идет о главном мы подошли к самому главному технология рабовладения выработана в додинастических египтян за счет закрепощения развития человека так вот была главная технология закрепощения порабощения человека воспитать на седалищах и сида так и переводится по данным луркера колдунья седалищ космос тела это есть рабство духа все идет оттуда от додинастических египтян недавно вышла книга Джон Гатта фабрика марионеток он пишет про американскую школу это талантливый гениальный учитель мыслитель в отличие от многих миллионов и он показал как эта школа порабощает он не пишет что за счет седалищ он не пишет об этом но то что вся система современная школьная для закрепощения человека для формирования рабов для этого школа так и создавалась школа дидактика великая машина дидактика Ян Амон Коминский он так и назвал дидактическая машина учителя он сравнил этот процесс с механизмом механическим часовым он писал при такой дидактике может любой учитель посредственный бездарный он будет работать прекрасно то что нам надо и далее есть фраза древо небесное это ребенок надо пресечь тогда пока оно младое только так мы придем к нашей цели по-другому никогда благодаря нашим огнецовости самоуверенности самовлюбленности отчуждения отчуждения от детей данная система сработала на всей планете сработала гениально и я больше вижу вреда повторяю в нашей же косности в нашей самоуверенности невозможности плыть против течения для этого мужское начало деградировали когда включили в смешанное обучение мальчиков и девочек когда сделали учителями в основном женщин что такое потребитель это человек который жрать 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 хочу я ехал в электричке молодые люди что им нам надо бутылка и телка и все и больше ничего не надо вот это есть рабы быть в рабстве это быть в рабстве своего инстинкта прежде всего церковь здесь очень правильно говорит и давно говорит и лучше чем я с чего должно начинаться педагогика с искусства вдохновить ребенка с искусства привить любого ребенка к поиску знания а искусство это с искусства вот почему в педвузах должны быть урок искусства общения номер один слава богу мы работаем тесно Юрий Дмитриевич Куклачев он берет на себя высочайшую ответственность научить учителя искусство общения я верю этому актеру талантливому самобытному неповторимому который сегодня заполняет эту нишу в России мало того что на современных учебниках и букварях дети через полгода обучения возненавидели русский так называемый язык потому что бессмыслица безобразность книжечки книги Юрия Дмитриевича Куклачева это основа для изучения привить любовь к родному языку и на них проходит и русский язык и все что угодно это кладезь сегодня видите как мы начали и куда мы уходим куда уходим пожалуйста здесь фильмы есть в том числе Юрия Дмитриевича Куклачева здесь наш фильм есть первый спасем детей спасем Россию им уже лет 10 15 здесь есть фильм Берчуна обездвиженность болезни цивилизации в этом фильме дали интервью около 30 ведущих ученых академиков России всем показывали сагбенной скрюченной скорченной за столом ребенок и каждый специалист по своей системе сказал его патология начинается с этого значит предотвратить засиженность и скрюченность это дать новый уровень качества народа и как не тут не вспомнить великого Александра Меня который сказал первобытные люди они были настолько духовные они настолько были велики а нам преподают первобытные были что привить нам ты человек ты самоуверенный ты самовлюбленный ты лично забывай что личное слово личинка лик личность и морда три ступени вот человечине и расчеловечине когда сегодня иду по улице мне смотреть не ходится иногда потому что всем зарядили жрать деньги одеться жрать деньги одеться жрать день закрутили мозги всем но слава богу в России как никогда есть людей много других это другие люди это люди будущего ради них мы все и готовы с вами жить и работать « « » « » «